здравствуйте друзья мы с вами в из палаута на нашем небольшом объекте который приобретает некоторые очертания в виде ящика а дверь не заменили дверь до света заметь так она по-другому выглядит да 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 рядом старая здесь новая тоже фанерка и все так оббили что именно решетку это можно обратно какую решетку вот эту на руку решетку но там какая-то коробка есть смотри все таки она ты говорил там коробки нет нет но это решетка коробки 3 ну да то есть а здесь подразумевается чтобы двери будет решетка ну вообще там сучи хотелось бы что дверь стеклянная все-таки стекловато смотрели опять же для того чтобы вентиляция была резана когда жарко если есть решетка нужно закрыть а дверь открыть стекловато это куда ну вся эта стенка внутри со стекловато окей окей а там что-то внутри есть то можно посмотреть что там конечно же нету давай давай зайдем посмотрим светлана друзья говорит что же тут окошко то не должно быть и как бы в плане то у тебя как было с окошком понял в общем надо план посмотреть так получается что без окошка сняли крышу а крышу сняли пашу стройка идет там нужно было положено будет снимали вот там такие штучки да 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 вот вот тут вот тут по открывали а вот у нас вид на то же самое вот ведь там улица эта дверь которая новая значит вот это улица а тут у нас ванна и так сказать санузел в широком смысле широком смысле санузел таки таки да широкий слушай тут приличное расстояние сколько здесь где ну пройди покажи где шкаф подожди где шкаф скажи а на полу это вот здесь будет шкаф понял здесь будет шкаф так может быть это фанера просто какая-то такая мокра нет но не видно что я не вижу что плелось что-то вот тут есть да вот тут есть не заделана закрыта сверху закрыта сверху ну что довольно довольно просторно это хозяйство ну подожди давай так вот тут будет стенка шкафа вот тут будет стенка шкафа хороший будет большой шкаф так подать а что за шкаф что ли а шкаф из коридора ты заходишь в ванную комнату узенький такой узенькое пространство уже шкаф шкаф с той стороны шкаф это типа как маленький чуть-чуть коридорчик так зашла зашла вот здесь у тебя будет это вените раковина будет туалетик вот будет баста потом задавит там где я стою будет ванная вот тут будет ванная должна поместиться вот сюда вот к шкафу вот тут и очень симпатично дай-ка мы на него глянем это главное ну на ванную лучше посмотреть с той стороны вот отсюда пластмассовая что она так или то прочное крылья хороший надо будет наклеить туда такие штучки чтобы на скользкой него то есть решили чугуном не брать из последних развития появились ручки на дверях это придает некоторый такой жилой вид когда пачкают потом чистят этот естественно так ну-ка ой мама родная а это что это наша ванная комната слушай а это какие-то старые доски да вот то что справа стоит вот это старые доски до вот это новые доски это новый тут же окно было я понял то есть то есть фактически была готовая стенка мы в нее врезались ну смысле принять вот это я ничего не принял зачем уже было тустинками потому потому что вот это вот фанера называется шервол я не знаю как это переводится на руки но она является опорной и страхчил инженер несущий несущий дом стоял 49 года и мы его только укрепили пристроить пристройку да но со всех сторон видите что все это сделано фанеры и так посчитал страхчил инженер что нужно столько фанеры сюда чтобы дом без фанеры такой прочности конечно не достичь вот светлана объясняет почему вот выбрали мы такую дверь со светом со стеклом на кухне что был дополнительный свет я даже думаю что наверное они не такие дорогие вот эти вот металлические двери просто взять новую дверь и все решетку слушая но как-то вот так на шурупах буквально вот тут никакой такой прочности не видать вот нет но не буду потом вот так вот прикрутит сейчас это же временка они просто поставили это все прикрут и зашпаклюют делать наличники ну как это все будет и шпаклюют вот здесь надо изоляцию засунуть чтобы не было вот это все сделают нормально все будет скажи свет а вот с точки зрения сроков завершения так сказать процесса у нас есть какие-то наметки ну теперь просто все зависит от скорости их стройки у нас все пермиты на месте у нас все на месте единственное что например когда идет дождь да то они не могут наружной работы делать так а у нас еще наружные ну вот крыши видишь там же не заделана крыше не могут под дождем делать но как только уже крыша будет сделано все остальное только внутренней работе уже практически все выходит более-менее на финальную прямую хотя конечно финишную но все равно очень много всяких мелких там доделок не доделок в общем конечно мелочевки ну хорошо ну скажем зависит мы управляемся понял друзья вот так вот на войне как на войне на войне как на войне это точно смотри они поставили замки с ключами никто не дал ни одного ключа а это замки вот это замки я понял ну тебе дадут не то что хотели скрыть не запросто могут потерять что вот уже потеряли там ключи в общем свечек еще раз на войне как на войне или excuse my french олегер ком олегер